В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Глава муниципалитета провел традиционное оперативное совещание с руководителями служб и ведомств округа. Убирали территорию, возили лед, вывезли 750 кубов. Любые вопросы по социальной газификации, видно, прошла встреча руководства МОЗ «Облгаза» с жителями. Правительство присмотрело перечень льготных лиц. Сейчас все мэриды попадают, независимо от уровня дохода. Попадают также участники СВО. Поздравляем с наградами. Спортсмены из Ленинского округа заняли второе место на открытом чемпионате России по панкратиону. У вас, я знаю, есть ряд заслуженных побед, причем уже не такого городского уровня, а уже на уровне Московской области. Глава муниципалитета провел традиционное оперативное совещание с руководителями служб и ведомств округа. О главных темах узнаем у Юлии Покасьян. Глава Ленинского округа Алексей Спаски начал оперативное совещание с новости о кадровой перестановке. С поста руководителя муниципального предприятия «Дорсервис» ушел Александр Митрякин. На должность заступил Антон Колесников. Всем хорошо знакомы, мы давно в повестке, поэтому Антон Владимирович, публичность здесь, что нужно, во-первых, не растерять все лучшее, что есть, не упустить той динамикой, которая уже достигнута, ну и если получится, можно даже сделать что-то быстрее и лучше. Удачи вам. Далее, по традиции, руководители службы управления Ленинского округа отчитались о ситуации в муниципалитете на минувшей неделе. В целом период выдался спокойный. Продолжается диспансеризация граждан. Пациенты проходят ее активно. Сотрудниками МЧС проводится работа по профилактике возникновения пожаров. Коммунальные службы завершили вывоз снега и избавились от наледей. Убирали территорию, вывозили лед, вывезли на 750 кубов с кошельским монитором, проблем нет. О ситуации в Совете депутатов округа присутствующим доложил председатель Совета Станислав Радченко, который в своем докладе сделал акцент на работу по оказанию помощи семьям мобилизованных. Взаимодействуем с Центром по оказанию помощи при администрации. Выезды осуществлялись порядка 20 адресов, отработали на минувшей неделе. И также продолжаем собирать гуманитарную помощь для нашей подшеркной дивизии. Ушел в эти выходные конвой, значит, это уже пятый по численности, по объему, достаточно большой. Были закуплены два автомобиля, огромное количество средств гигиены. В ходе оперативного заседания были поставлены задачи на текущую неделю. Так, руководитель Управления по делам молодежи, культуре и спорту анонсировала в эти выходные проведение масштабных соревнований по мотокроссу. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ругасадовская, ВиднетВ. В муниципалитете продолжается реализация президентской программы социальной газификации. О том, как идут дела, обо всех сроках и нюансах можно было узнать на брифинге руководства филиала акционерного общества «МОСОБЛГАС-ЮГ» с жителями Ленинского округа. Открытый диалог о социальной газификации. Руководство филиала акционерного общества «МОСОБЛГАС-ЮГ» проводит уже вторую за несколько месяцев встречу с жителями муниципалитета, где каждый желающий мог лично задать вопрос и получить ответ. Одним из самых острых моментов стали сроки выполнения работ. По словам Виталия Чехова, темпы газификации в Ленинском округе высокий. На сегодняшний день заключено почти 1200 договоров. Построено более 13,5 километров газопровода. Работы выполнены почти в 50 населенных пунктах. На брифинге газовщики детально рассказывали обо всех этапах и нюансах процесса, а также о нововведениях этого года. Теперь программа стала бессрочной. Кроме того, расширен список льготников, которые имеют право на бесплатные работы внутри участка, и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. Правительство присмотрело перечень льготных лиц. Сейчас все магнитные попадают, независимые от уровня дохода. Попадают также участники СВО, специальные операции. И также расширена перечень по пенсионерам. Встреча продолжалась около часа и оказалась очень продуктивна. Ни один вопрос не оставлен без внимания. На сайте есть и обратная связь, и телефон, все там есть. Но если ты пишешь обращение, то срок обращения там 30 дней. Здесь ты можешь получить ответ на свой вопрос сразу. Я уверена, что он возьмется на контроль и будет решен. Напомним, что подключиться к программе социальной газификации очень просто. Это можно сделать на сайте и в офисах МОСУ «Болгаза» или на портале государственных услуг. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В связи со строительством пешеходного перехода с 31 января до конца сентября будет ограничено движение автомобилей по улице Донбасская в районе железнодорожной станции Расторгуева. Проезд будет разрешен только для автобусов, обслуживающих регулярные маршруты. Также ограничат въезд на территорию станции Расторгуева со стороны улицы Вокзальной. Выбирайте пути объезда. Одно из градообразующих предприятий муниципалитета, завод МОСМЕК, уже давно закрыт, но его работники помнят о былой славе. К 50-летнему юбилею организации ветераны МОСМЕКа собрались вместе, чтобы отпраздновать эту дату. Слово Дмитрию Книги. В Доме культуры города Видное состоялась встреча ветеранов завода МОСМЕК по случаю 50-летия предприятия. В зале собрались сотни бывших сотрудников, отдавших лучшие годы своей жизни одному из крупнейших заводов по производству алюминиевых конструкций в стране. Мы очень рады, что мы собрали своих ветеранов, тех, кто остался в живых. Вот смотрим на них, счастливы, рады. И слезы наворачиваются на глазах. Большинство из гостей мероприятия не виделись много лет. Найти их контакты через знакомых и собрать вместе в одном зале удалось благодаря инициативе Совета ветеранов Ленинского городского округа. Меня преподдержал председатель Совета ветеранов. Я сказал, что это моя первостепенная задача, как первого зама. Я занимаюсь этим делом. И мы начали. Сложно, тяжело было. Я сегодня до слез. Мне приятно, что столько народу пришло. Я не ожидал. Понимаю, в чем дело. Хотя надеялся на то, что мы эту организацию восстановим. И мы ее восстановили. Сейчас у ветеранов завода появились планы познакомить подрастающее поколение с историей города и местами, где работали их бабушки и дедушки. Может быть, получится договориться с ведущими предприятиями города, повезти на экскурсию, показать, что такое руками работать, что за станки. Завод МосМЕК просуществовал 40 лет и был одним из градообразующих предприятий. Для сотрудников строились жилые дома, в городе появлялась социальная инфраструктура. После распада Советского Союза наступило тяжелое время для промышленности. И после нескольких смен владельцев история МосМЕКа завершилась. Но видновчане помнят ее и чтут. Сегодня, как никогда, ваша общественная инициатива нашему чудному городу и нашей родине очень нужна. Вы нужны молодежи. И я думаю, что поводы для дальнейших встреч у нас с вами найдутся. Живите, помните, мы будем помнить. Наша задача, чтобы история завода, история людей с завода, тех, кто строил, тех, кто работал, никогда не забывалась. А времена придут, хорошие времена придут обязательно. И мы с этой надеждой должны жить. С 1998 по 2008 год заводом руководил Лев Харланов. До сих пор многие сотрудники вспоминают бывшего директора с теплотой и благодарностью. Память о себе мы оставили очень серьезно по всей стране. До сих пор все помнят завод алюминиевых конструкций. И до сих пор технологии, которые мы внедрили, используются по всей нашей стране. Работники Дома культуры подготовили для собравшихся праздничный концерт. А особо отличившихся заводчан наградили памятными подарками. Дмитрий Книгой, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В 20-х числах января в Раменском прошел открытый чемпионат России по панкратиону. Виду спортивного единоборства, где сочетаются различные техники и стили. Видновчане на этих соревнованиях заняли второе командное место и привезли большое количество победных трофеев. Подробности у Максима Козлова. Сегодня несколько десятков спортсменов пришли не на тренировку, а чтобы поздравить своих товарищей. Спортивный клуб «Кючейн» уже завоевал славу одного из сильнейших не только в Подмосковье, но и по всей России. Аплодисментами ребята встретили председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Станислава Радченко и заместителя председателя общественной палаты округа Дмитрия Гашева. У вас, я знаю, есть ряд заслуженных побед, причем уже не такого городского уровня, а уже на уровне Московской области. Я уверен, что в ближайшее будущее у вас всех ждут победы. Еще раз вас от всей души поздравляю. В чемпионате России по панкратиону приняли участие 18 команд из разных регионов страны и ближнего зарубежья. Спортсмены видновского клуба «Кючейн» завоевали второе командное место. Четыре бронзовых, одну серебряную и шесть золотых медалей. Работаем полностью, поднимаем двух городских парней. Сейчас готовимся к первой из Московской области по союзу России, тоже отбор на Россию. И после чего же у нас будет мир по панкратиону в Беларуси, в Минске. В свою очередь руководитель и главный тренер клуба Артур Варданян, который назначен председателем Федерации панкратиона ЮБС России в Ленинском округе, вручил гостям благодарственные письма за деятельное участие и помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям. В этот раз желаю, чтобы не пропускали и не опаздывали на тренировки. Побеждают кто? Сильнейшие! Правильно. Вперед за новую победу! Побеждают! Сильнейшие! Еще раз отметим, что бойцы клуба «Кючейн» скоро продемонстрируют свое умение на международной арене. Тем более, что чемпионат России для многих стал хорошей школой. Что самое сложное было в получении этих трофеев? Может быть, был какой-то сложный соперник, с которым приходилось очень сложно бороться? Ну, это со вторым было сложно бороться. Он прям борец. Ну и как, все-таки удалось найти брешь в его обороне, да? Да, я его завалил. Ну и сам как? Уже какие-то следующие планы строишь? Да, впереди чемпионат мира. Будем готовиться. Действительно, шесть чемпионов, завоевавших золотые медали и пояса на всероссийском состязании, будут представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет в Белоруссии. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!